Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Но не так давно стало известно о том, что выступивший против даже записал видео, он в видеообращении Меладзе. Значит, его потом стали отменять, песни снимать и так далее. Значит, он сказал, что уходит из шоу-бизнеса, всё ему петь надоело, будет заниматься системами очистки воды. Правда, потом сразу появился практически там, ну, через некоторое время на корпоративном мероприятии, и там он не очищал воду, как вы удивитесь, да, собственно говоря, и догадаетесь. Ну, пел, естественно. Вот так ушёл. Но тут он, конечно, превзошёл себя, мне кажется, а может быть, не превзошёл, может, он всегда таким был предприимчивым. Всё дело в том, что стало известно о том, что дочери Меладзе откроют ресторан в центре Москвы. Пишут, пока папа залёг на дно, дочери Меладзе занялись бизнесом в Москве. Вы знаете, это, конечно, такая довольно интересная штука. Пишут, похоже, артист нашёл выход из затруднительного финансового положения. Валерий Меладзе несколько месяцев назад заявил, что планирует завершить музыкальную карьеру из-за непростой ситуации в мире, однако позже о своих словах он забыл, отправился зарабатывать на корпоративах. А в это время неожиданно дочери певца решили, что пришло время зарабатывать и им. Не зависит от звёздного папы, стало известно, что Инга и Софи Ко открывают ресторан в центре Москвы. По слухам, шеф-повара девушки выбрали известного и модного, ранее работавшего в самых популярных заведениях столицы. Сам Валерий Меладзе, естественно, пока никак не комментирует такие новости. Значит, друзья, вот что я хочу сказать. А вот ещё пишут. Когда-то артист ушёл из семьи к певице Альбине Джанабаевой, работавшему у него бэк-вокалисткой, но с дочерьми от первой супруги сохранил тёплые отношения. Так что вполне возможно, что бизнес будет на самом деле принадлежать именному исполнителю всеми любимых хитов. Значит, друзья, ну естественно, мне кажется, что те, кто подумает, что это дочери Меладзе занялись бизнесом, я думаю, таких людей не так много. Но просто он понимает, что если он сейчас открыть ресторан решит в центре Москвы, ему просто не дадут этого сделать. И общество будет гудеть, и справедливо, я считаю, ну и власти не дадут, мне кажется. А дочери открывают, как бы проблем нет ещё. Ну дочери открывают, открывают всё. Интересное дело получается, как бы, почему? Потому что я считаю, что те люди, которые высказались против, почему жёсткие меры нужны в отношении этих людей, в отношении, я не знаю, здесь нужно как-то разрабатывать, наверное, членов семьи или как-то ещё. Потому что, ну высказался человек против, да, там, перекрыли ему кислород, не может он зарабатывать. Ну, собственно говоря, никто, деньги он заработал, что называется, достаточно большое количество, открывая рот. Но будет вот он бизнесом заниматься через, например, дочерей, вот и всё. Но другое дело, что если люди это будут понимать, и там, какие-то проверяющие органы будут это понимать, эту какую-то связку, вот. Но я думаю, что, не знаю, может быть, какие-то есть знакомства, и это нормально, наоборот. Но мне кажется, что это неправильно, друзья. Что вы думаете на сей счёт? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закреплённом комментарии, описание видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Друзья, напоминаю, что самые важные новости, это, естественно, направление Херсон, Лиман. В принципе, новости из сопредельного государства в моём телеграм-канале Будда Гришна. Новости. Здесь об этом говорить невозможно. Там хоть как-то ещё можно выражать свои мысли по этому поводу. Там выходят мои ролики на остросоциальные, острополитические темы. Поэтому добро пожаловать, подписывайтесь, делитесь в соцсетях. Ещё раз напомню, телеграм-канал Будда Гришна новости, друзья. И, значит, здесь на ютубе тоже есть канал, он также называется Будда Гришна новости. Он резервный, запасной. Подпишитесь, просто чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok